Здравствуйте, подписчики и гости канала. А в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия тестоделительных машин с поршневым нагнетателем. Для этих машин характерно то, что нагнетательный поршень совершает возвратно-поступательное движение, частота которого для хлебного теста ограничено 20 циклами в минуту. Обычно в приводе поршня имеется пружинный или гидравлический демпфер, который выполняет роль стабилизатора давления. Наличие последнего предохраняет машину от перегрузок и способствует повышению точности деления. Большинство машин имеет поворотную головку с несколькими мерными карманами. При этом наблюдается значительное образование отходов теста, которое выдавливается через щели между подвижными элементами делительной головки, поршня и заслонки. В таких тестоделительных машинах имеется много кулачковых рычажных механизмов, что снижает их долговечность и надежность. Очень неудобной является очистка рабочей камеры и делительной головки при остановках на длительное время, более двух часов. Эти тестоделительные машины в основном предназначаются для получения заготовок с малой массой от 30 до 150 грамм. Однако имеются машины, позволяющие получать не только мелкие, но и крупные заготовки до 1,3-2,2 килограмма. Тестоделительная машина ХТД относится к машинам с поршневым нагнетателем теста. Предназначена для деления теста из пшеничной муки высшего, первого и второго сорта на куски массой от 0,2 до 1,1 килограмм. Механизм деления теста представляет собой полуцилиндрическую делительную головку 8 с четырьмя сквозными карманами круглого сечения. В карманы вставлены цилиндрических поршней 9. Поршни изготовлены полыми и внутри заполнены пищевым смазочным маслом, которое через отверстие в поршне поступает в кольцевую канавку с войлочной прокладкой для смазки карманов. Для регулирования количества тестовых заготовок в минуту на делительной головке у каждого поршня предусмотрено стопорное устройство, с помощью которого можно зафиксировать положение лобового поршня, выключив его из работы. Делительная головка совершает качательное движение с поворотом на угол 90 градусов в сферическом гнезде тестовой камеры 2, в которой совершают возвратно-поступательное движение заслонка 4 и поршень 3 прямоугольной формы. Когда поршень 3 и заслонка 4 находятся в крайнем левом положении, делительная головка устанавливается мерными карманами 1, к тестовой камере 2. В этом положении тесто, поступая из воронки 5, под действием силой тяжести и частичного разрежения, заполняет тестовую камеру 2, после чего начинается движение вправо. Сначала заслонки 4, а вслед за ней поршня 3. Заслонка, опережая поршень, отделяет тестовую камеру от воронки. При дальнейшем движении поршень нагнетает тесто в мерные карманы делительной головки. Под давлением тесто и поршни 9 выходят из мерных карманов до упоров 10. По окончании заполнения мерных карманов делительная головка поворачивается на угол 90 градусов. При этом траверса 6 опускается и упорами 7 оказывает давление на поршеньки, которые, входя в мерные карманы, выталкивают куски теста на ленту транспортера 14. В конце нагнетания заслонка 4 начинает обратный ход, опережая нагнетательный поршень. В результате чего часть теста, оставшегося в тестовой камере, выжимается обратно в приемную воронку. Это способствует проминке теста. Масса кусков теста регулируется изменением объема мерных карманов путем перемещения планки 11 с упорами 10, вращением штурвалом 13, винта 12. Машина приводится в движение от электродвигателя через вариатор 1 с кленовым ремнем и цилиндрический редуктор 2 с передаточным числом и 14,55 и регулятором скорости 3. Привод делительной головки осуществляется при помощи эксцентрикового механизма 4. В механизме выталкивания поршней предусмотрено предохранительная пружина 5. Смазка трущихся поверхностей соприкасающихся с тестом проводится централизованно при помощи четырехточечного лубрикатора, поршневой насос которого приводится в движение цепной передачей от звездочки 6. Рассмотрим устройство и принцип действия теста делительной машины РМК 60. Она предназначена для деления пшеничного теста из сортовой муки при выработке изделий мелкого развеса массой от 50 до 275 граммов. Для более рационального использования теста делительная машина снабжена двумя сменными делительными головками, двухкарманной для заготовок массой от 110 до 275 граммов и четырехкарманной для заготовок от 50 до 110 граммов. Тесто делительная машина состоит из станины 1, приводного электродвигателя 23, главного вала 21 с двумя закрепленными на нем кулаками 22 и 19 и звездочкой 20, служащие для привода делительной головки 15. Кулак 22 служит для периодического перемещения рычага 5, закрепленного на опорном валу 2 и звездочки 6, изменяющий скорость вращения делительной головки. Звездочка 7 служит для автоматического поддержания натяжения цепи привода делительной головки 12. Кулак 19 управляет движением нагнетательного поршня 11 с помощью рычагов 3 и 8, штанги 9 и пружинного демпфера 4. Последний служит для стабилизации давления теста в рабочей камере 14 делителя. На главном валу имеется еще кулак привода заслонки, который с помощью рычагов управляет движением отсекающей заслонки 10. Для облегчения сбрасывания тестовых заготовок на транспортер 18 служит вращающийся рифленый валик 16. Привод ленточного транспортера осуществляется от вала 17 с помощью конической пары шестерен. Подача теста в делитель осуществляется через приемную воронку 13. Тесто делитель работает следующим образом. Тесто поступает самотеком в приемную воронку 13, из нее затекает в рабочую камеру 14, в это время поршень 11 и заслонка 10 находятся в крайнем левом положении. Затем заслонка и поршень двигаются вправо, причем заслонка опережает поршень и отсекает определенный объем теста в рабочей камере. Под действием нагнетательного поршня тесто сжимается до рабочего давления, которое можно регулировать в пределах от 1 до 1,5 на 10 в пятый паскаль. В это время делительная головка занимает такое положение, при котором мерные карманы объединяются с рабочей камерой и тесто из нее перемещается в мерные карманы и отодвигает в них поршни в крайнее правое положение. Затем делительная головка поворачивается и мерные камеры освобождаются путем выталкивания теста из них поршнем 3. Заготовки из делительной головки попадают на ленточный транспортер. Механизм деления теста представляет собой делительную головку 15 цилиндрической формы с круглыми мерными карманами 19 и поршнями 16. Делительная головка совершает непрерывное вращение с переменной скоростью в сферическом гнезде тестовой камеры 11. Когда заслонка 9 и поршень находятся в крайнем левом положении, тесто из воронки 10 под действием силы тяжести поступают в камеру 11. Затем заслонка и поршень начинают одновременное движение вправо, вытесняя часть теста из тестовой камеры в воронку. Заслонка, опережая действие поршня, отделяет тестовую камеру от воронки. Поршень, продолжая движение, нагнетает тесто в мерные карманы 19 делительной головки, которая в этот период замедляет скорость вращения. Под давлением теста поршни 16, перемещаясь вглубь кармана через ролики 20, отводят рычажки 13, количество которых соответствует числу мерных карманов. Эти рычажки закреплены на валике 14. Снаружи делительной головки на конце этого валика укреплен рычажок 39 с роликом 38, который упирается в профиль 37 рычага 40, укрепленного на оси 42. Таким образом, поворот валика 14 и соответственно перемещение поршней 16 вглубь кармана ограничивается положением профиля 37. Регулировка массы кусков теста производится вращением винта 43, с помощью которого изменяется положение профиля 37. После заполнения мерных карманов тестом в дальнейшем повороте делительной головки ролик 38 накатывается на неподвижный кулачок 41. В результате рычажок 39 поворачивает валик 14 в обратном направлении. Этот валик через рычажки 13 роликами 20 оказывает давление на поршни 16, которые выталкивают тесто из мерных карманов. При этом рифленый валик 17 отбрасывает куски теста на ленточный транспортер 18, на который подается мука из мука-посыпателя. При каждом обороте делительной головки цикл деления повторяется, как было описано выше. Нагнетательный поршень 8 приводится в движение от кулака 27, который закреплен на главном валу. При вращении кулак, оказывая давление на ролик 32, поворачивает двуплечий рычаг 34, который через тягу 7 перемещает поршень 8 для нагнетания. Обратное движение поршня осуществляется от рычага 46, который, перемещая заслонку, одновременно через упорный винт 44, приливом 45 отводит двуплечий рычаг 34. Рычаг 34 свободно посажен на ось 36 и состоит из двух частей, соединенных шарниром 4. Верхняя часть рычага 6 отростком шарнирно соединена с обоймой 5, которая имеет тарельчатый фланец и свободно надета на скалку 3. Скалка шарнирно соединена через винт с пяткой рычага 34. На винт скалки посажена регулировочная гайка 1 с шайбой. Между тарельчатым фланцем обоймы и шайбой установлена пружина 2, стабилизирующая давление при уплотнении массы теста и нагнетании его в мерные карманы. Одновременно пружина предохраняет детали от поломки и при перегрузке в тестовой камере. Регулирование давления в тестовой камере осуществляется изменением предварительного сжатия пружины путем вращения гайки 1. С помощью пружины величину давления в тестовой камере можно регулировать в пределах от 0,1 до 1,5 мегапаскаль. При нормальной работе теста делительной машины сжатие пружины должно составлять 20-25 мм. Заслонка приводится в движение от пазового кулака 48, который укреплен на главном валу. В паз кулака вставлен ролик 47, закрепленный на пальце рычага 46, который свободно посажен на ось 36. При вращении кулака рычаг качаясь на оси 36 приводит возвратно-поступательное движение заслонку 9. Делительная головка имеет переменную скорость вращения и приводится в движение с помощью цепной передачи 21 от звездочки 31, укрепленный на главном валу. При вращении кулака 33 рычаг 24 со звездочкой 23 через ролик 25, вращающийся на оси 35, совершает колебательное движение. При повороте этого рычага относительно оси 36 по часовой стрелке участок цепи между звездочками 12, 23, 31 укорачивается. В результате натяжная звездочка 22 под действием пружины 49, рычагом 50 отклоняется влево и удлиняет участок цепи между звездочками 12, 22 и 31. Таким образом, при уменьшении длины цепи на участке звездочек 12, 23, 31 скорость вращения делительной головки замедляется, а при удлинении этого участка цепи она увеличивается. Замедление скорости вращения делительной головки увязывается с наполнением мерных карманов тестом. Рифленый валик 17 получает вращение от вала делительной головки через зубчатую передачу. Приемный транспортер 18 приводится в движение от главного вала через цепную передачу 26 и конические шестерни. Для иллюстрации точности работы тестоделителя РНК приведем характерную диаграмму распределения массы 100 заготовок при выработке дорожного батона массой 287 г. Среднеквадратичная погрешность составила σ3,7 г. Коэффициент в реакции КВ 1,29%. Фактически отклонения масс минимальной и максимальной заготовок составляют 2,1%-2,9%. Таким образом, максимальная масса заготовок превышает норму погрешности, а среднеквадратичное отклонение заготовок является сравнительно малым и не превышает допустимой нормы. На этом же рисунке представлена кривая нормального распределения массы, рассчитанная для этого ряда. Их сопоставление показывает, что фактическое распределение массы заготовок достаточно близко к нормальному распределению. Однако характерным для этих машин, как и для многих других, является то, что наибольшее количество заготовок 21% имеет отклонение массы в 1% и по количеству выходит за рамки нормального распределения. Делительно-округлительный агрегат дерби предназначен для деления и формования тестовых заготовок мелкоштучных булочных изделий массы от 20 до 110 граммов. На нем применены поршневой нагнетатель с отсекающей заслонкой и качающаяся многоручевая делительная головка на 3-12 заготовок. Делительная машина снабжена регулируемым питателем с отдельным приводом, который обеспечивает равномерную подачу теста в приемную воронку, что способствует улучшению работы машины и повышению точности деления. Питатель состоит из приемного бункера 1 и волка 3, снабженного регулируемым приводом. Управление питателем осуществляется маховиком 4. Для очистки питателя от теста при остановках передняя дверка бункера 2 сделана легко съемной. Для экстренного перекрытия подачи теста в питатель служит шибер с рукояткой 5. Питатель монтируется на поворотной штанге 6 и при очистке делителя отводится в сторону. На рисунке питателя в отведенном положении показан пунктиром. Делительная головка 7 выполнена поворотной. При загрузке она располагается горизонтально, а при выгрузке вертикально. Поворот головки осуществляется с помощью рычага 8 и кулака 12. На рычаге имеется нарезная часть, позволяющая изменить его длину и тем самым производить установку мерных карманов делителя строго против рабочей камеры. Аналогичные винтовые устройства имеются в рычагах привода поршня для регулирования крайнего положения нагнетательного поршня и в механизме подъема формующей плиты для регулирования крайнего положения. Тестовые заготовки при выходе из делительной головки поступают в направляющие лотки 9, а затем из ленточный транспортер 11 и в ячейки формующие плиты 10, совершающие плоское возвратно-поступательное круговое движение. После округления одного ряда заготовок, 15 качаний плиты, в формующая плита поднимается выше заготовок. Ленточный транспортер перемещает заготовки на один шаг, после чего заготовки округляются уже в ячейке второго ряда формующей плиты и т.д. Эта операция повторяется столько раз, сколько имеется рядов ячеек в формующей плите. Устройство делительной головки и нагнетателя показано на слайде. Под тестовой камерой 5 расположена горизонтальная плита 8, по которой перемещается прямоугольный поршень 6. Над поршнем в направляющих помещена отсекающая заслонка 7. Привод поршня и заслонки осуществляется от системы рычагов 10 и 11. Регулировка крайнего левого положения заслонки и поршня осуществляется с помощью винтовых соединений рычагов 9 и 12. Делительная головка 3 барабанного типа имеет ряд плавающих поршней 4, закрепленных с помощью стержней 2 на планке 1. Поворот головки осуществляется с помощью рычага 13, имеющего также винтовые соединения 14 для регулирования положения головки. Регулировка массы заготовки осуществляется с помощью рычага 15. Поскольку тестоделительная машина должна быть синхронно связана со всеми агрегатами теста разделочной линии, надрезчиками, укладчиками, растойным шкафом, то их привод осуществляется от одного двигателя и редуктора с помощью карданных валов. Мощность приводного двигателя 4 кВт. Достоинствами представленного делительно-округлительного агрегата являются применение волкового питателя для постоянного уровня теста в приемной воронке и удаление избытка газов из теста, что способствует повышению точности деления, удобство разборки при очистке, регулирование интенсивности, округление путем изменения рабочей высоты формующей плиты над лентой-транспортером. К недостаткам делителя следует отнести наличие целого ряда выступающих рычагов, совершающих качательное движение, применение для ряда регулировок винтовых соединений, которые можно обслужить только после остановки машины. Тесто делительная машина предназначена для деления пшеничного и ржанно-пшеничного теста на куски массы от 50 до 2200 граммов с применением четырех комбинаций сменных поршней. Тесто делителя состоит из станины 1, расположенной на четырех роликах 2, приводной мотор 4 через вариатор и редуктор 3 соединен с главным валом машины 6, от него через пружинное демпферное устройство 5 и рычаг 20. Движение передается нагнетательному поршню 17 и заслонке 16. Приемная воронка для теста 15 выполнена в виде усеченного конуса. При чистке машины она вместе с верхней частью нагнетательной камеры, отворачивается на шарнирах и открывает доступ к заслонке и поршню. На рисунке воронка в отвернутом положении указано штрих пунктирной линией. Делительная головка 12 имеет сменные прямоугольные поршни 10, рычаг для выталкивания 13, механизм регулирования массы заготовки 14. Головка совершает возвратно-поступательное движение вертикальной плоскости с помощью двух шатунов 8 и дисков с эксцентричными пальцами 7. Под головкой расположен качающийся ленточный транспортер 9 с мукопосыпателем 11. Привод транспортера осуществляется от звездочки 19, цепью 18 с шагом 12,7 мм. Работает тестоделитель следующим образом. Тесто из воронки 15 самотеком поступает в нагнетательную камеру, затем отсекается движущейся влево заслонкой 16 и сжимается нагнетательным поршнем 17. Под действием создавшегося давления мерный поршень 10 движется влево, а тесто заполняет мерный объем. Затем головка перемещается вниз и отмеренная заготовка теста выталкивается рычагом 13 измерного объема на ленточный транспортер 9, который в этот момент находится в крайнем нижнем положении. На рисунке указано штрих пунктирной линией. Частота работы делителя регулируется с помощью маховика 22 и клиноременного вариатора. Массу заготовок регулируют винтовым механизмом 14 путем ограничения хода выталкивающего рычага 13. На машине смонтирован масляный насос 21, с помощью которого осуществляется централизованная смазка подвижных частей машины, соприкасающихся с тестом. Тесто делительная машина обладает рядом существенных достоинств. Простотой конструкции и удобством в обслуживании, разборке и очистке. Надежной централизованной системой смазки трущихся поверхностей, соприкасающихся с тестом. Удобством регулирования производительности машины и массы заготовок. Сравнительно низким потреблением энергии на привод машины, что свидетельствует о рациональном режиме работы. Техническая характеристика поршневых тестоделительных машин RMK-60 и кооператор представлена в таблице на слайде. Делительно-округлительный агрегат «Мультимат» представляет собой многоручьевой тестоделительный агрегат для деления пшеничного теста на заготовки массы от 30 до 125 грамм и придания им шарообразной формы. Для изменения массы в широких пределах применяются сменные барабаны. Машина состоит из приемной воронки 6, поршневого нагнетателя 8, отсекающей заслонки 7 и делительного барабана 4 с мерными цилиндрами 5 и механизмом выталкивания заготовок и регулирования их массы 3. Под делительной головкой установлен формующий барабан 9 со сквозными окнами. Внутри его находится сплошной барабан с неглубокими ячейками, расположенными против окон формующего барабана. Внутренний барабан 2 имеет специальный привод, состоящий из конической передачи 1 и шатуна 10, обеспечивающих ему кроме вращения вокруг горизонтальной оси еще и плоское круговое перемещение. Формующий барабан охватывается с задней стороны транспортерной лентой 11 с грузовым натяжным устройством 16. При выходе из формующего барабана округленные заготовки попадают на расходящийся транспортер 12 с натяжным устройством 13. Станина агрегата установлена на 4 роликах 14 с фиксаторами и имеет 2 установочных винта 15. Устройство нагнетателя и делительные головки машины представлены на слайде. Приемная воронка 5 имеет вертикальные стенки, а рабочая камера тестоделителя 4 выполнена наклонной, что обеспечивает лучшее затекание теста. Нагнетательный поршень 7 бронзовый, его расстояние от барабана делительной головки 3 в крайнем положении устанавливается с помощью двух винтов 8 и подвижной плиты 9, в которой имеется вертикальный паз для толкающего ролика 11 рычага 13, приводимый в движение шатуном 14 от эксцентрика 17, расположенного на главном валу машины 15. Отсекающая заслонка 6 расположена над нагнетающим поршнем, а также имеет устройство 10, позволяющего устанавливать величину А, расстояние заслонки от барабана головки в крайнем левом положении. Привод заслонки осуществляется с помощью рычага 12, закрепленного на валу 16 и кулачкового механизма, на рисунке не показан. Барабан делительной головки вращается на цапфах 18, он имеет три ряда мерных цилиндров 2, расположенных под углом 120 градусов. В цилиндрах располагаются плавающие алюминиевые поршни 24 с фторопластовым защитным покрытием. В делительной головке расположен вал 19, на котором закреплены справа и слева возле поршневых стенок барабана два кулака 11, служащие для изменения объема мерной камеры при регулировании массы заготовок, а также обеспечивающие выталкивание заготовок из мерных камер при повороте делительного барабана на 120 градусов. В мерных цилиндрах размещены плавающие поршни 24, внутри которых имеются шпиндели 23 и пружины 22. Выталкивание поршней производится толкателями 21, закрепленными на планке 20, соединенный с двумя траверсами 25 и управляющими роликами 26, перекатывающимися при вращении делительной головки по двум кулакам 1. При вращении головки кулаки остаются неподвижными. Головка совершает прерывистое вращение. Сначала поворачивается на 120 градусов, а затем совершает выстой. Это движение осуществляется с помощью мальтийского креста. Машина имеет вал отбора мощности для подсоединения привода укладчика и шкафа предварительной расстойки. Резерв мощности составляет 1 кВт. Привод округлительного барабана осуществляется от отдельного электродвигателя мощностью 730 Вт. Электродвигатели снабжены клиноременными вариаторами, позволяющими плавно изменять скорость вращения приводного вала. Работает тестоделитель следующим образом. Из тестовой воронки тесто самотеком поступает в рабочую камеру и при движении заслонки и поршня вправо заполняет ее. Затем заслонка, опережая поршень, движется влево, а делительный барабан останавливается так, что один ряд мерных камер располагается напротив рабочей камеры. Заслонка не доходит 4-5 мм до делительного барабана, а поршень продолжает движение влево, создавая нужное давление в рабочей камере. Здесь интересно отметить, что пружинного демпфера в системе нагнетателя нет. Руль стабилизатора давления выполняет щель между заслонкой и головкой, через которую избыток теста возвращается в тестовую воронку. Под действием давления тесто заполняет мерные карманы до тех пор, пока поршни не коснутся толкателей и с траверса отойдут влево, а ролики 26 упрутся в кулаки 1. После этого делительная головка, поворачиваясь на 120 градусов с помощью кулака 1, траверса 20 выталкивает тестовые заготовки из мерных карманов. Далее заготовки попадают в ячейки округлительного барабана, в которых удерживаются прилегающие ленты охватывающего транспортера. Поскольку скорость ленты несколько больше окружной скорости формующего барабана, то возникает усилие, поворачивающее заготовки вокруг оси, параллельной образующей барабана. Вращение заготовок вокруг радиальной оси барабана осуществляется за счет относительного перемещения и одновременного вращения формующих барабанов. Агрегат работает в поточных линиях и обеспечивает высокую производительность, достигающую при шестерядной головке 13 300 тестовых заготовок в час и высокую точность деления. Погрешность массы заготовок не превышает 1 грамма. Конструкция агрегата сложная и требует квалифицированного ухода. Разборка узлов, подлежащих очистке от теста при длительных остановках, сделана удобной и простой. Заслуживает внимание удачная комбинация в одном агрегате делителя и округлителя, а также регулируемая длина и угол наклона расходящегося транспортера, позволяющие компоновать делитель с последующим технологическим оборудованием – укладчиком, расстройным шкафом и прочее. Техническая характеристика делительно-округлительных агрегатов Multimat представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия теста делительных машин с поршневым нагнетателем. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!